Скажите, а что такое происходит в семье, если, как говорит Марина, вообще драки, выталкивания с постели, какие-то вот побои, что происходит, что не так у вас? Вопрос к ней или ко мне? Нет, вопрос сначала к вам, как вы считаете? Значит, мое сожаление о том, что мы слишком правильно и очень порядочного человека воспитывали, а, наверное, все-таки стоило, Марина, ему, как мужчине, пару раз на твои все истерики и скандалы просто-напросто, может быть, не знаю, может и избить действительно, может и в нем почувствовала мужика. Не-не-не-не. Вы согласны, Ата, что именно это... А иногда другого выхода нет. А добро должно быть с кулаками, если не понимают по-другому. А вы допускаете все-таки, что он гей? Может быть, но вы его... Не может он быть геем. Ну как? Но Марина утверждает, что вы отняли у нее ребенка, и теперь маленького Никиту воспитываете вы, и она не может его с ним видеться. Воспитывает ребенка отец, мы ему помогаем всеми силами, и мы его не отнимаем. Это без мамы не актуально, без мамы это не актуально. А какая же вы женщина, если вы взяли и отняли этого ребенка? Вы не можете быть матерью? Вы же своего ребенка не бросили в тот момент? Вы же его воспитали, а у нее теперь отбираете это... А? Извините, он самодостаточный, он может обеспечить сыну своему будущее. Вот. Скажем так, что за счет вместе с матерью, то есть, если даже мамы нету, он может определить его в хороший колледж, в хорошее детское... Откуда тебе знать, что он самодостаточный? Марина, что происходит? Скажите, почему вам не дают видеться? Меня 25 июня выгнали из дома, и не давали видеть ребенка, я его уже не вижу 9 месяцев. А в милицию обращались? А я куда угодно обращалась, в милиции, в прокуратуре. Милиция наша решит все вопросы. Милиция наша ничего не решит, уж поверьте мне. Я понимаю, это не по суду произошло, да? Одну секунду, Марина. Это решение произошло не по суду, вы просто отобрали ребенка. Она просто у меня отняла ребенка. Да вы что? Мне просто вышло, что я из дома отняла. А как вы это терпите? Почему вы еще не подали в суд? Да вы что? Бабушка, я хотела вас спросить, а где папа? Почему папа не защищает своего ребенка? Почему вы пришли на передачу, а не папа? Папа с геем со своим, наверное. Папа сейчас находится с ребенком. Раз это произошло 9 месяцев, это не совсем так. Марина, 15 декабря ты организовала нападение на сына под предлогом погулять с ребенком. Он тебя вывел, его избили у подъезда. У нас есть доказательства, у нас есть заявление в милицию. Ребенка ты забрала насильно и увезла в город Ейск. И правильно сделала? Восьмого ненаря, ты вернулась. Я не вернула, я не возвращала своего сына к нему. Восьмого ненаря, можно сказать, ты вернулась. Да не, на каком основании? Итак, где сейчас ребенок? Сейчас он находится с отцом. 3 марта было вынесено решение суда о том, что ребенок остается жить с отцом. Нет. На каком основании суд вынес такое решение? У нас было 8 судебных заседаний. С июля месяца шли опекунский совет, проверял жилищные условия, проверял условия жизни ребенка. Это не просто так вот вышло спонтанное желание. Поверьте, никогда не собиралась на старости лет быть старой мамой. Итак, что мы видим на экране? Это что такое? Это моя квартира. Это квартира Марины. Это квартира Марин. И что, она недостаточно хороша, чтобы воспитывать в ней ребенка? Опекунский совет сказал, что нет. Почему, почему? А можно вопрос маме? Простите, вы богатая женщина, да? Вы много получаете? Я получаю достаточно. Вот на вас бриллианты, да, вот висят? Вы богаты. Это не бриллианты. Ну, а каким образом опекунский совет вдруг, вообще, я ничего не хочу плохого сказать, а как вдруг суд решил встать на вашу сторону? Простите, опекунского совета было, гласило следующее, что нет детской кроватки, нет отдельной комнаты для ребенка. Так купите, отдайте маме. А почему вы не можете купить? Купите. Почему вы не можете купить у ребенка? Легче всего отобрать у матери ребенка, понимаете, у беззащитной девочки, которая сидит. Я сама мать, у меня сына 6 лет. Вот, пожалуйста, женщина осталась без ребенка. Я считаю, что вы воспитали слюнтяя. Если он может обращаться со своей женой, матерью своего сына, вы воспитали негодяя. И это все. Не правда. Дай бог вам, воспитатель достойного. Ну, я могу сказать. Марина, вы как психолог, что скажете, кого воспитала наша героиня? Дело в том, что я на месте опекунского совета никогда бы не вынесла такое решение, потому что тот пример, который вы сегодня даете маленькому ребенку, то, что вы приносите сейчас в общество, отбирая у матери ребенка, и то, что вообще даже по закону 50% времени она имеет право и обязана с ним находиться. Сейчас вы приносите на короткую паузу, после этого в нашей студии появится человек, который утверждает, что Марина не несчастная мать, а шантажистка, которая торгует своим ребенком. Пусть говорят. Прямой эфир.